130 миллиардов рублей. Именно столько составил ущерб от коррупции в нашей стране за последние два с половиной года, по данным Генпрокуратуры. Эта сумма сравнима с совокупной стоимостью космодрома Восточный и парка Зарядье вместе взятых. Но эти 130 миллиардов рублей всего лишь очень маленькая часть потерь, ведь далеко не на всех коррупционеров решаются заводить уголовные дела. Я приведу пример 5 госслужащих, которые все-таки попались за последние два с половиной года. Первое место почетно занимает полковник МВД Дмитрий Захарченко. У него изъяли 9 миллиардов рублей. На втором месте у нас экс-глава КОМИ Вячеслав Гайзер. Ущерб от действий его сообщества составил 3,5 миллиарда рублей. Третье место занимает экс-глава ФСИН Александр Реймер. Ему приписывают хищение денежных средств на сумму 1,5 миллиарда рублей. На четвертом месте экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Его обвиняют во взятках на общую сумму в 520 миллионов рублей, но изъято у него было 1 миллиард. И на пятом месте у нас полковник Министерства обороны Александр Вакули. Он обвиняется в получении взятки в 368 миллионов рублей. Это всего лишь только 5 коррупционных примеров, среди госслужащих на сотни миллионов и на миллиарды рублей. И глядя на все это, совсем не удивительно, что наша страна сейчас находится на 131 месте в рейтинге восприятия коррупции. Вы спросите, почему же мы никак не можем побороть эту коррупцию? Ответ прост. Наверное, проблема все-таки в тех, кто с этой коррупцией якобы борется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok